приветствую всех любителей бисероплетений сегодня снова с вами ольга кожакару и сегодня мы с вами будем делать вот такой кулончик но вы можете в комплект и сделать также и серьги ну а я сейчас вот так изнаночка выглядит показала вам да и сейчас я вам покажу все материалы какие мы будем использовать для такой работы и опять таки я решила здесь кое-что поменять что я буду использовать вот такой вот маленький шатунчик изобара 8 миллиметров 8 миллиметров вот такой шатончик мосюлька вот такая он у нас в центре будет я буду немножечко использовать бисер тоха в восьмом размере буду использовать капельки вот такие вот пять штучек их я буду использовать вместо вот этих биконусов вот у меня здесь биконусы 4 миллиметра я решила поменять вот эти биконусы на вот такие капельки потом у меня здесь граненые бусины 3 миллиметра вот пять штучек тоже их будет у меня здесь вот такие вот бусинки да и остальные три разных цвета тоха в пятнадцатом размере 15 размер 15 размер это все 15 размер 15 размер вот так уж получилось у меня что я решила использовать чтобы кулончик был вот меленький негромоздкие в то же время и для сережек он будет хорошо выглядит именно вот такой меленький бисер я решила использовать уже вы будете смотреть сами что вам захочется больше применить в вашей работе и так я приготовила иголочку с леской и мы сейчас будем делать колечко колечко вот таким образом восьмой размер бисера 5 бисеринок 5 бисеринок 8 размер бисера и 6 бисеринок 2 3 4 5 6 то есть вот такой набор я сделала да вот видите 5 бисеринок и 6 вот так и закрываю это в колечко протягиваю на край лески и завязываем узелочки вот так и теперь я буду делать начальный ряд вот из таких колечек он будет у меня состоять и мне надо использовать для этого колечко 5 вот таких бисеринок и затем все это закрыть в кольцо то есть я должна обязательно следить какой стороны у меня 6 бисеринок с какой стороны 5 бисеринок вот я вышла на сторону где у меня 6 бисерин набираю 6 бисеринок 1 2 3 4 5 6 бисеринок 8 размера и 5 бисерин 1 2 3 4 5 5 бисеринок закрываем колечко так перехожу следующую соединительную бисеринку крупную вот так и опять набираю такое колечко опять слежу где у меня 5 бисерин где 6 вот смотрите с этой стороны теперь у меня 5 бисеринок я набираю 5 раз два три 4 5 5 бисеринок восьмой размер и 6 бисеринок 1 2 3 4 5 6 вот смотрите 5 бисеринок 6 бисеринок закрываем колечко вот так и передвигаемся к соединительной бисерине я сейчас обрежу немножечко вот этот хвостик чтобы он нам не мешался и двигаемся дальше можно подтягивать уже после того как вот вы вошли в соединительную бисерину эту крупную да опять здесь у нас 6 бисерин набираем так как вот у нас здесь есть с этой стороны так 6 бисерин крупная бисеринка и 5 бисерин 1 2 3 4 5 так закрываем и у нас уже использовано в нашем вот ряду 5 бисерин нам 5 крупных бисерин нам надо закрыть это все в одно кольцо так опять я смотрю с какой стороны у меня сколько бисерин вот здесь 5 я вышла на эту сторону набираю 5 бисерин 5 бисерин и соединяю с начальной бисеринкой а с этой стороны у меня 6 бисерин 1 2 3 4 5 6 закрываю вот у меня получилось вот такая вот вот такое колечко как видите с одной стороны но более узкая да с другой стороны более широкая я сейчас войду вот тут где более узкая зайду в центральную третью бисеринку и пройду по всем центральным этим бисеринкам это у меня изнаночная сторона мои оплетки будет то есть как видите это очень простое плетение вы где-то можете вот так использовать если вам быстро надо где-то в колье вот мелко мелкие вот такие вот шатунчики использовать можно использовать вот такой метод оплёточки то есть можно быстро наделать оплетенных вот много шатунчиков вот видите через центральная центральные бисеринки везде буду соединять вот ну стяну уже в конце наверно вот так чтобы было понятно да в третью захожу везде так и здесь в третью вот так и зайду сейчас в первую с какой начала вот этот проход этот ряд вот она 1 у меня из тянем вот что у меня получается да это изнаночка вот такая будет и давайте я сейчас выйду на лицевую сторону моей оплетки и вот так пройду из 64 пройду 4 прохожу добавим здесь граненую бусинку пропускаю 2 захожу в 2 центральные опять граненая бусинка прохожу пропускаю 1 2 и здесь захожу в 2 центральные опять граненая бусинка проходим 2 центральные так и вот так еще 2 бит бусинки нам нужно добавить и потом мы будем стягивать вот так 2 центральные и последняя граненая бусинка заходим там где мы начинали и сразу выходим в первую граненую бусину вот так давайте попробуем мы сейчас уложить здесь наш шатунчик вот так и сейчас мы будем стягивать с помощью вот видите он здесь лежит хорошо но он может выпасть нам нужно обязательно стянуть вот эти наши граненые бусинки я между ними добавлю по одной бисеринке золотой мелкой но золотой вот так и тоже пока что вот так прохожу аккуратненько чтобы не беспокоить мой шатончик и стяну уже в конце если сейчас стягивать он захочет выскакивать так и пойдем еще раз по этому ряду и сразу стянем уже так так сейчас нам нужно выйти вот в эту крупную бисеринку так поправить здесь чтобы у нас все ровненько было и аккуратненько вот так проходим по бисеринкам вот в эту крупную в эту крупную бисеринку проходим вот так что у нас получилось на данный момент и сейчас мы будем проходить по вот этим нашим крупным бисеринам змеечкой такой я набираю один пятнадцатый размер бисера восьмой размер бисера пятнадцатый размер бисера и смотрите я вышла вниз я в следующую бисерину тоже выхожу сверху вниз вот так поэтому я сказала мы змеечкой будем проходить сейчас у нас будут вот так по диагонали ложится наши наборы то есть пятнадцатый восьмой пятнадцатый сверху вниз пятнадцатый восьмой пятнадцатый сверху вниз и так по кругу мы должны пройти ой зашла в ту же самую вот видите вот такой зигзаг у нас получается и двигаемся дальше вот смотрите я уже прошла по кругу и мы сейчас выйдем в первую бисеринку из этого набора какой мы только что сделали ой вот так вот эта бисеринка у нас находится точно под вот этой мелкой бисеринкой в центре которая набираем 3 бисеринки так 3 бисеринки и заходим в эту мелкую снова 3 бисеринки и делаем колечко на крупном бисере с какого мы вышли двигаемся дальше до следующего крупно до следующей крупной бисеринки из предыдущего ряда вот она опять находится под этой мелкой набираем 3 бисеринки заходим в мелкую центральном ряду 3 бисеринки закрываем колечко и двигаемся дальше сразу так и опять вот такие вот наборы мы делаем на всех вот этих бисеринах какие у нас здесь есть двигаемся по кругу вот посмотрите что у меня получилось я вышла в начальную вот бисеринку этого ряда вот в крупную бисеринку теперь мы будем проходить по этим бисеринкам и добавлять по 8 бисерин бронзового цвета 5 6 7 8 8 бисерин 8 захожу в следующую бисеринку вот так опять 8 захожу в следующую бисеринку итак двигаемся по кругу вот у меня получился вот такой цветочек видите и теперь я хочу сместить чтобы у меня были лепесточки вот эти не кругленькие а были немножечко смещенные такие да и я буду проходить вот смотрите я пройду здесь 8 бисерин я пройду 5 из этих бисерин 5 вот так 5 видите 3 остается 5 прохожу добавляю одну золотую вот она будет вершину мне делать вот такую да и двигаюсь дальше так вот прохожу также по следующему этому лепесточку пройду 5 бисерин добавлю вершину 2 3 4 5 добавлю вот эту вершину и буду двигаться дальше вот так и двигаемся дальше вот посмотрите как и какие у меня получились теперь лепесточки вот такие вот они смещаются на одну сторону и теперь я буду проходить мозаикой вот смотрите я вышла опять в эту крупную бисеринку и начинаю мозаикой проходить вот эту длинную сторону то есть 1 так вот здесь если вы стянули уже очень сильно нужно немножечко вот отклонять руками бисеринки чтобы вы по одной бисерин очки проходили здесь да вот так первый ряд так у вас будет так снова бисеринка одну пропускаем заходим следующую еще третья бисеринка заходим в золотую набираем 3 бисеринки золотых 3 и заходим опять в эту крупную бисерину вот так то есть мы эту сторону не проплетаем мозаикой просто добавляем 3 бисеринки вот так и опять начинаем следующий лепесток оформлять первую пропускаем то есть набрали после крупной набрали одну мелкую первую пропускаем заходим во вторую я надеюсь вам видно да что я делаю так у нас на каждой стороне по три бисеринки должно получиться до центральной вот этой золотой и в золотую входим после золотой три золотых набираем три золотых набираем и входим в крупную вот так и двигаемся так по кругу и и и и Продолжение следует...